Виктор Булгаков 30 лет назад он пришел в Кавказский биосферный заповедник обычным лесником. Дослужился до большого начальника. Но разницы между собой и подчиненными не видит до сих пор. Дежурство, оружие, документы, радиостанция, продукты питания, лошади и на маршрут, на охрану. Вы по долгу службы тоже дежурите? Конечно, я выезжаю, часто выезжаю. Мобильники на границе цивилизации и леса становятся бесполезными. Единственное средство связи – рация. Юрий Иванович, принимаешь с нас прием? Да, прием, принимаю, Николай. Ну, мы проехали Турецкий мост, скоро будем, прием. Пять раз в сутки выходим на связь. И если не выход на два сеанса, это уже ЧП. Это уже ЧП, сразу принимаем меры к поиску. Почему? Может, радиостанция просто села, может, она и потеряла. Ну, мы должны выяснить и узнать. Булгаков предупреждает. В заповеднике запрещено все. Шуметь, рвать цветы, собирать ягоды, рубить деревья, ловить рыбу, охотиться и разводить костры. Огонь – самый опасный враг леса. Сколько ты уничтожишь почвенного покрова в результате разведения костра. Там шкала градации есть, по которой расценивается это все. И человек будет наказан. Иногда сюда пускают туристов. Егеря имеют право досматривать каждого и проверять, что гость несет с собой в заповедник. Лесники – люди с особенным характером, и работа у них совсем не романтичная. Жизнь в лесу на любителя. Не каждая жена согласится провести лучшие годы далеко от родни, кино и магазинов. А Виктору с супругой повезло. Они вместе учились в техникуме и вместе стали работать. Он инспектором, она радистом. Собрались и поехали. Сыну 8 месяцев было, дочке полтора года было. Боялась она там в лесу, у нас место красивое было. У нас всегда были красивые места и удаленные от людей. Поэтому боялась. Когда жили на кордоне, девочки даже защищали меня, потому что был у него случай такой, что просто зашли. И много мужчин, и начали меня так теснить. Ну и у нас есть Валя Юркова. Вот она такая отважная, с тяпкой пришла на выручку у меня. Почти 7 лет Булгаковы прожили в лесу. Когда пришло время отправлять детей в школу, Виктор решил уволиться. Раньше леснику не положено было жить за пределами заповедника. Но начальник пошел на уступки. Мы разрешим тебе жить в Куржиново, руководить там. Раньше такой практики не было. Там всегда лесничий. Ну, вот нас перевели. Как вы маршрут прошли, что сделали? Где животных видели? Зубров много, молоденька много. Зубрятов же есть? Да, да, есть молодые. Олени, малышей видели уже, наблюдали? Малышей нет. Ну, уже начали телиться, иванки. Уже видели наши соседи, охотхозяйство. Говорили, что уже появляются. Время, в мае. В заповеднике находятся животные и растения, которые стоят на грани исчезновения. Основная масса у нас зубра и наших животных, это вот сюда, вот, вертегвата, алоус, каджибей. Куница заскакивает, кот дикий, олени рядышком проходят, вот здесь буквально кабаны, медведи. Сюда, на территорию, часто пытаются попасть посторонние, по недомыслию или злому умыслу. Браконьеры охотятся на оленей, зубров, серн. Этих животных стало много, вот и крадутся в лес люди с ружьями. Поползновение есть всегда, как мне спрашивают, есть ли у вас браконьерство. Оно есть, но с какой интенсивностью проводится, это зависит уже от инспекции. То есть животных очень много, желающих, ну, может, они не в границе заповеднике, но под границей где-то подходят и там производят охоты. Последние два года лесники вместе с учеными работают над восстановлением популяции леопарда. На территории заповедника поставили около 200 фотоловушек. С их помощью считают численность животных и фиксируют места их обитания. А еще фотоловушки снимают браконьеров. Вот, например, два человека с рюкзаками проходят в заповедник. Это произошло, когда егеря готовились выпускать леопардов в лес. На кордоне осталось дежурить женщина-радист. Браконьеры воспользовались тем, что егерей на кордоне не было. В два часа ночи они перелезли через этот забор и отправились вглубь заповедника. Туда, где больше всего собирается животных. Инспекторы полагают, что нарушителям нужны были панты, молодые рога благородных оленей. Они не успели ничего застрелить, их задержали. Ну, были переданы милиции, было уголовное дело заведено, люди осуждены. Им дали 8 месяцев исправ работы и отправили их куда-то, куда-то, куда-то аж в Сибирь. Но чужой опыт никого не учит. Браконьерские тропы не зарастают. Лесник, он же инспектор, он же следователь, он же отряд быстрого реагирования. Браконьеры сбрасывают улики, егеря их находят. Вот буквально у нас 4 дня назад произошла охота под Умпырским перевалом. Это не наша территория, но там добыли Тура, это черкесская охотинспекция. Ну, мы проверили лицензии, сейчас отправили на достоверность. Точно это были выписаны, не точно, но сейчас идет проверка. Это вы из машины увидели вот эти следы, да? Ну, так приходится видеть. Следы – это основное, на что надо сразу обращать внимание. Почему? Потому что... Карта, это карта, по которой нужно читать и распознавать, угадывать. Это след оленя, ночной, уже после дождя был. Ну, по следам можно сказать, что вел он себя спокойно. По следам вот браконьер вот перешел где-то тропу, дорогу, и все, и вот пошел в лес. Вот если ты в этом месте обнаружил следы, мы же знаем обувь инспекторов, какой у них протектор. А там совершенно другая. Значит, уже нужно обратить внимание, отследить, выехать на какой-то участок, послушать, нет ли стрельбы. Они все вот эти, которые браконьеры, которых вот мы задерживали, что я рассказываю, они же все местные жители. Но они понимают, естественно, что если попадутся, то будут наказаны. Вы как этот, чужой среди своих? Да. Ну, а иначе что-то не получится. Раз ты избрал эту профессию, ты должен уже как-то быть отданным. Понятно, я для кого-то врагом становился. А враги есть у вас? Да, ну, наверное. Когда-то мне абхазцы кровное место объявляли. У нас было задержание такое серьезное с убийством. Оказали сопротивление, но с нами были сотрудники полиции. По молодости, говорит Виктор, постоянно ожидал выстрела в спину. Сейчас пообвык успокоился. Но как поведет себя браконьер, взятый с поличным, неизвестно. При задержании убили лесничего. Одного абхазца застрелили и лесничего убили. Вот в честь его назвали эту балку воровскую, балка пасечную. Свой самый главный урок Виктор получил в начале лесной карьеры. Едет крочаевец на лошади, второй пешком серно лежит поперек убитая. Ну, мы их арестовали, естественно, все там, мы их задержали. У них было нарезное оружие. Вот это единственный случай, когда я что-то сделал противозаконное. У них нарезная мелкашка была и ружье. Ну, и подходит старик там, крочаевец, который я хорошо знал. Виктор, ну, сделай так, чтобы эти люди не сидели. А это уголовное наказание, уголовная статья. Ну, мы, в общем, мелкашку не показали, а показали только ружье. Мелкашка – это нарезное оружие. Виктор оставил его у себя. Пожалел молодого карачаевца. Только тот оказался сыном прокурора, да и состряпали дело на Булгакова. Мол, укрыл оружие. А они нашли убитое животное и везли его сдавать. Хорошие люди Булгакова предупредили, и он вовремя сдал запрещенный ствол. А потом поехал к карачаевскому прокурору. Что ты наш народ не уважаешь? Вот доставил, избил. Люди везли сдавать. Они преподнесли так, что они вот нашли все это, везли сдавать. А тут вот вы избили, заставили протокол. О том, что проявил слабость и пожалел парня, рассказал своему начальнику. Он, будет тебе наука? Я говорю, на всю жизнь. Ну, ты все, на этом закончилась. Я с тех пор, я сказал, все, никаких прощений никому. То есть даже для своих вы добрым не будете? Нет, ну, тут просто нельзя вот такого уже делать. Вот он такой стержень, он сам знает, что ему сделать, и все. А я уже, конечно, поддерживаю. Никогда я ни за кого не просила. Я знала, что он примет единственное верное решение. Многие браконьеры ведут охоту на границы заповедника. Вдруг не догонят. Но егеря догоняют, иногда удивляются. Был снег небольшой, подрезали следы, пороша. Ну, начали преследовать его. Нашли мы этого человека. У него мясо было добытое на территории охотхозяйства. И нас удивила мясорубка. Что у него в авоське, как такая плетеная мясорубка, и мясо, фарш. Мы же тоже удивились. Для чего это тебе? Ну, с зубами проблема, долго готовить. Это быстро, говорит, на костре сейчас сделал котлетку. И поел, и пошел дальше. Им же идти далеко, они убивают далеко. Рыбалка в заповеднике запрещена. Если поймают лесники, уголовное дело и штраф в 4 тысячи. Плюс 750 рублей за каждую рыбку. Улов уничтожат прямо на месте. Рекомендации такие. Порезать мелко, смешать землей с песком и выкрасить. Война между защитниками леса и браконьерами не прекращается. Пока удалось победить только черных лесорубов. Память о себе они оставили недобрую. Здесь была заготовка леса по соседним территориям. И вот кто-то бросил. И он попался ногой, сильно повредил. Сейчас вот лечим его. Долго мы его не могли найти. Он почти погиб. Уже нашли его, он такой был. Но вот привели, он выживет. Площадь восточного отдела заповедника больше 90 тысяч гектаров. Но доехать на машине можно только до второго кордона. Основной вид транспорта здесь это кони. И у каждого инспектора есть свой такой помощник. Это солдатские шинели. Это после обхода, когда возвращаемся, снимаем седла. Лошади еще мокрые, чтобы они не застыли, накрываем их. Они тогда быстро остывают. Вот в жару, да? Да, они тогда не заболеют. Был случай, рассказывает Булгаков. Своих коней пришлось возвращать из-за границы. Браконьеры-абхазы попались в заповедники. После очередного конфликта с абхазцами, они нас воровали с Амеретинки. Ущелье есть такое Амеретинское, в районе кордона Закан. Воровали 15 голов лошадей. За время работы в заповеднике Виктор стал мастером на все руки. Здесь вот дорога, она напрямую была. Вот так. Да, это все смыло. И вот здесь вот на мыло такой конус был огромный. Вот его пришлось убирать и вот сюда дорогу переносить. Если это произошло на тропах, то так же инспектора выходят. Бензопилы, кирки восстанавливают эти участки опасные. Электричества на кордоне нет, но цивилизация в заповедник все-таки добралась. Вот эти солнечные батареи выдают 1 киловатт электроэнергии. Маленький холодильничек стоит у инспекторов, телевизор стоит, спутниковая антенна. Ну и заряжают радиостанции. Ну очень здорово помогает. Уже быт улучшен у людей. Это сейчас на кордонах есть маленький телевизор и холодильник. А когда здесь жила семья Булгаковых, были только радиостанция и керосиновые лампы. И если под рукой у Виктора есть рация, Наталья всегда может узнать, где он. Но когда муж уходит далеко в горы, сердце болит. Читаю очень наш и все. И жду. А что делать? Выбор какой. Субтитры создавал DimaTorzok